Приветствую вас на игровом канале, с вами Алексей, он же Crazy Life. Мы продолжаем проходить седьмых героев в компанию За Ивана. Ну что ж, мы в прошлом эпизоде спустились в подземелье, поэтому давайте выходить наружу. Посмотрим, куда нас тропа эта привела. Какие-то заснеженные горы. Ну что ж, окай. Что-то дальность перемещения здесь очень унылая у моего персонажа. Хотя мы вроде как должны бегать быстро, резко, дерзко. Но из-за того, что сильно пересеченная местность, хотя у меня даже прокачано, прокачан навык передвижения по пересеченной местности. Начать бой. Давайте вот так вот поставим примерно. Стрелков можно в принципе поближе. Ну-ка, ну-ка, что может тут интересного кастануть? Давайте что-нибудь кастанем на стрелков. И паузим. Пусть подходит поближе. 4-5. Нормально. Нихера себе ты еще и отвечать будешь? С каких пор? Ты же не должен отвечать. Ну ладно, в атаку. Контратаку мы уже взяли на себя, так что можно всеми войсками идти в бой. Монак с удачей. Вот и все. Сейчас как раз закончится неделя, начнется новая. Можно взять из города ближайшего подкрепления. Посмотрим, что тут интересного. Хотя давайте купим всех. Теперь, значит, призыв подкрепления. Забираем вот этих ребят. Можно монахов в принципе еще забрать. Или нельзя? Они 180 манн же стоят. Давайте тогда их заберем. Дорого, да? Разделить. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Разделить, допустим, поровну. Угу. Ну, вроде же хватает, почему ты не можешь. О, забрал. Все, в принципе. Окей. Продвигаемся дальше. Немножко пополнили свои войска. Свои ряды, точнее. Зима, холода, одинокие дома. Зима уже заканчивается. К сожалению, моему большому любимое время года. Ну, хоть в игре посмотрю на зиму. Еще раз. Может быть, попробуем через быстрый бой? Ладно. Закрою глаза, хотя можно этот бой вообще было без потерь закончить. Что за херня? А, войска нанимать? Нет, мне не нужно. Мы уже приближаемся к замку, который нам нужно захватить по квесту. Вильгельм, остался только ты. Больше никого нет. Но я рад знать, что хоть кто-то верит в меня и мое право на трон империи. Вы давно потеряли это право, герцог Шеймус. Мы страдаем от последствий вашей подлости и жестокости. И ты, мой старый друг, покидаешь меня. Друзья будут рядом, что бы ни произошло. Я останусь с вами до самого конца. Возвращайтесь в замок, милорд. Я буду удерживать ваших врагов, пока позволят драконы. Эта битва украсит собой легенды о нашем новом императоре. Угу. Самое главное, чтобы мы выиграли в этой битве. Так, давайте для начала посетим низкая атака. Этого суда, этого суда, монахов суда, атака. Севильгельм, тебе не победить. Меня благословили драконы. С удовольствием с ними встречусь. Но я умру достойно, зная, что служил своему дерцогу до конца. Зачем умирать? Знай, Иван, умрут все. Но выбрать свою смерть дано не каждому. Вань, ты о чем вообще? Ты видел свои войска и его войска? О какой смерти ты вообще говоришь? Нихера себе двух элитных мне снял. Я так понимаю, этот герой, который жесткий маг, типа. Сейчас что-нибудь придумаем. А, давайте бафнем монахов. Угу. Если я пойду на волков. Так. Но он в любом случае до меня добегает. Блин, что же с тобой сделать-то? Что-то слишком далеко ты бегаешь. Так, давайте пока пауза. Сейчас он ко мне побежит. Угу. Судачи бьет элитных. Нихрена себе всех. Ах. Эй, 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 погоди, ты чё, ты чё? Воу-воу, чувачок. Ещё и везёт ему. Ишь какой. Что тут можно исполнить? Со спины 7-12, 2-3. Давайте этих девчат. Бред. Он какой-то хернина кастовал, видать, на себя. Атака сбоку или со спины это. Ага. Вы посмотрите, всего лишь 20, сколько там было, 22 волка. При том, что у меня их за 200 штук. Жесть какая-то. А кто первее будет ходить? А, они оба еще будут ходить. Ладно, тогда монахов. Теперь стрелков. Нормально. Самое главное, что продамажили его стрелков. С удачей по... По моим стрелкам. Угу. Ну, черт, еще и повезло. Сейчас мои будут стрелки ходить. Сейчас, а кому-нибудь... Втащу тут. 9-13. Давайте лучше монахов шарашить. М-м-м. Хотя, по идее, их вообще должен был убить. Я не знаю, у него либо брони очень много, либо он что-то накастовал. Потому что... Тот урон, который у меня есть, это просто смешной урон. Атака со спины. И еще раз. М-м-м. Берсерк, это он, получается, два раза бьет. М-м-м. Значит... Эй. Я должен был ходить. Он мне атаку забрал. Ангел со спины. Семь коней. Так, это у меня элитные уже ходят. Понятно. Блин. Они ходят-то, конечно, ходят. Только ни до кого не доходят. Ну, давайте стрелков. Ох, сейчас коней я потеряю. И так уже их сколько перебили? Нихрена себе, восемь штук. Еще и повезло. Он реально под какими-то бафами очень жесткими. Так. Держи, значит, подачу вот так вот. Это в объем со спины. Неправильно немножко сделал. Можно было атаковать сбоку. Ну да ладно. М-м-м. Следующий. Шестьсот стрелков почти. Завалили одного ангела. Ну это же бред. Да, жесткий бой. Бой. Настал момент истины. Время ответить за все. Прошло время, когда мы строили планы. В этой битве победит упорнейший. И я тому причиной. Мои желания, мои решения, моя самонадеянность. Со мной драконы или нет, мне уже все равно. Боги сделают свое дело. Я верю лишь в друзей и союзников. Мы сами определим свою судьбу. Вот за что мы сражаемся. Драконам не стоит вставать у нас на пути. Ну это, конечно, все хорошо. Но я представляю, что было бы, если бы у него было бы больше войск. А, быстрый бой. Он реально какой-то очень жесткий маг. Рынок. Тут, в принципе... А, вот еще элитных можно построить. Построим. Не вопрос. Это Херобора посещалась. Это что такое? Врата духов. А, это, скорее всего, телепорт ко мне туда. Стоп. Вот это надо еще посетить. В принципе, можно заюзать. Нужно армию пополнить. У меня потому что... Очень-очень мало войск осталось. Ну сейчас посмотрим, что из себя представляет тот герой. Шеймус был готов на любую подлость, чтобы сломить наш боевой дух. Это был его выбор. Раз ему не досталась Империя, так пусть сгорит. Он не понимал, что его вероломство лишь подстегивало решимость моих союзников. Своими поступками он доказал, что не создан для трона Империи. Это, конечно, все хорошо, Вань. Но самое главное, чтобы у тебя войск хватило его победить. Так, аккуратно проходит вперед. Ну-ка, ну-ка. Нихера себе смертельная. А что у тебя такого интересного есть-то? 600. Ну да, у меня войск значительно меньше. Ну что, ребят, давайте сделаем ТП до наших основных замков. Он-то в любом случае в проигрышной ситуации, потому что у него замок один, а у нас три. Плюс еще дополнительные вот эти строения с войсками. Сейчас просто армию подкопим и вломим ему. Посещалось. Ну что, возвращаемся в наш основной замок. Самое главное, чтобы он там сейчас не шуршал, то бишь сидел спокойно и не выходил из замка. Потому что если он начнет бегать со своей смертельной армией, это будет вообще печалька. Давай-давай-давай, Ваня. Немножко осталось. Хотя я могу сделать ТП, в принципе. Возврат в город. Давайте посмотрим, что тут по войскам. Тут еще и грифоны есть. А эти что не улучшенные? Сейчас мы еще и грифонов купим. Ну я думаю, что этих войск все равно не хватит. Придется еще копить. А нам-то куда спешить? У нас замки есть. Мотай недели, копи армию. Потом пойдем ему и вломим. Нужно хотя бы, чтобы написали... Ну я не знаю, ну не серьезные хотя бы. Можно даже дождаться того, чтобы написали низкая сложность. Ну что ж, ребят, мотаем дни. Посмотрите, какую армию собрал. Шикарно, да? Это при том, что... Я еще не покупал в двух других замках. Уже пишет небольшая. Хм. Сейчас докупим еще войска. В остальных замках. То бишь я собрался только чисто... С одного нашего главного замка. И сложность уже небольшая. Сейчас докупим войска. Мы его просто как котенка сомнем. М-м-м-м. Так-с. Еще докупаем. Хорош. И переходим уже в наш последний замок. Который мы недавно захватили. Тут, наверное, придется пробежаться. А, ну да, конечно ж. Мы, получается, пойдем опять через этот проход подземный. Да, бежать до него не близко. Но что поделаешь. Я тогда ничего посещать по дороге не буду специально, чтобы маршрут не сбивать. Хотя, в принципе, можно было там тотемы посетить. Но мы бы выиграли буквально там, может быть... А, 10 ходов. М-м-м, тут еще и конюшня есть. Посетить, что ли? Давайте посетим. Я, правда, маршрут себе сбил, но да ладно. Зато сейчас быстрее будем бегать. И вот сюда еще зайдем. Шесть очков ходов она, по-моему, восполняет. Да-а-а. Вот я запарился-то с этими войсками. Еще ресурсы пришлось продавать, чтобы покупать. Такое количество армий. Такс. Давай-ка сюда. Хотя можно, знаете, что попробовать? Давайте попробуем сделать телепорт. Мне же должны сюда притепашить. Ну, конечно же. Такс. А что такое? А, еще эти не улучшены. И вот этот. Угу. Все равно нельзя. А почему? Что такое? Кто не влазит? Ну-ка, признавайтесь. А, у меня же эти элитные войска не улучшены. Ну, хорошо, хорошо. Так, мотаем еще один день. Ага. Все еще не все. А что такое? Кто не улучшен? Ну, давайте тогда руками сам. Ааа, конники. А чеху улучшить нельзя, что ли? Да ладно. А какие? А какие кто? Улучшенные. Блин, бред. Вообще какой-то баг на баги просто. Все, нормально. Соединили войска. Так, надо еще докупить новых. Ну, заходи давай. Нанять всех. Волки, вы уж простите, но вы не вылазите. Этих улучшаем. Угу. Ох, сейчас ему прилетит подарок от нас. Экс, этих возьмем. Ой, тут еще сколько войск можно выкупить. А, волки. Ага. Волков-то у нас нету. Так, теперь мечники. Вот такая вот армия у нас вырисовывается. Два косаря. Охренеть. Два косаря стрелков. 800 монахов. 78 элитных. Жесть просто. Ну-ка посмотрим. Низкая. Уже пишет низкая. Попробуем. Стоп. Посещалась. Ну что ж, хорошо. Сейчас, я думаю, мы должны его одолеть. Мы можем оба остаться в выигрыше. Мой замок неприступен, а вы на пределе. Отступись. Если эта война продолжится, в конце не будет победителей. Мы оба потонем в море слез. Ты проиграл, Шеймус. Сложите оружие, и война закончится. Одна из твоих дочерей станет герцогиней, а ты получишь тихую старость. Я герцог дома оленей. Мы равны, и оба можем претендовать на трон империи. Ты мне больше не равня. Я перерос тебя. Я служу высшей цели. Я служу народу империи. Значит, сегодня ты умрешь. Как и те, кому ты служишь. Давайте уже завалим этого оленя. Атака. Как бы тут лучше-то поставить. Давайте их лучше подальше. Этих вот сюда. Девок. Поближе. Блин. Или лучше, наверное, вот так вот сделать. Хотя мечники сильно далеко. Ладно, стойте здесь. Ну что, попробуем? Сегодня мы оба погибнем. Эта империя рухнет. Вернутся времена бесчисленных кланов. И страну поглотит хаос. Та эпоха мертва. И твой труп сгниет в той же могиле. Какие-то они агрессивные. А я грифонов не поставил в битву. Блин. Вот это я выдал, конечно. И самое главное, что и даже предупреждения не было, что я не все войска выставил. Тю. Ну там, конечно, их было не так уж и много грифонов. Но все равно неприятно. Дополнительные войска как бы никогда не помешают. Смотрите, а у него тоже как бы армия-то не слабенькая. 800 стрелков. Ну ладно, давайте что-нибудь кастовать. Такс. Бафаем. Вот этих, ребят? Давай, выходи из своего замка. 300 монахов. Да. Тоже так неплохо. Давай, давай, подходи поближней. Не стесняйся. Сейчас всеми войсками милишными пойдем на него. Ну-ка. 45. Неплохо. Неплохо. Еще раз атака. Ответочка. Ни хрена себе. Вы видели? Он мне снес 37, а я ему 39. Но вы количество видите? У меня войск даже в два с лишним раза больше, чем у него. Но вот сейчас здесь мы неплохо резанем. На тебе нахер. 110. Ты давай подходи поближе, но пока в битве не участвуешь. Так. У него стрелки еще не ходили. Сейчас мы сжахнем их. Всего лишь 200. Жесть. Это, короче, очередной какой-то мега крутой маг, которого хер снесешь. Ну-ка посмотрим моего ответочка. Ни хрена себе он по прямой линии шмальнул. 300 эмоих стрелков, как с куста. Воу-воу-воу. Полегче. Ни хрена себе он ходит. И при том, что нам писали, сложность низкая. Да, мне бы такую низкую сложность. Ну что ж. Давайте попробуем тоже по прямой линии. А мы ангелов, получается, не цепляем, да? Что такое? Я понять не могу, мы если стреляем в стрелков... Да, мы ангелов не цепляем. Ну что ж, окай. С удачей. Бам! 600. Вот это я понимаю. Выстрелил, так выстрелил. Так, девчули, а вы что, не доходите, что ли? Тю. Ладно, иди сюда. Атакнуть, не атакнуть. 55. Потом вот эти ребята, правда, дойдут. Ладно, атака. Быстрее его убьем, меньше потерь будет. Во, нормально. И отходи в сторону. Они как раз сейчас пойдут через ворота. Что-то как-то много башен, по-моему, у него. Сейчас сперва рыцари. Пока пауза. Девкам тоже пауза. Давай, выводи своих волков. Волков. Это все фигня. Ага. Я думал, он выбежит. Ну ладно, хотя бы эти вышли. Черт, они до меня дойдут. Со спины. Бам! 36, как с куста. Ладно, ладно, ладно. Допустим. Его монахи ходят. 205. Да, и кисло. Атака. Повезло. Ну, значит, отходи, раз повезло. Так, этих ребят пока пауза. Че он своих милишников-то не выводит? Давайте лучше в монаха. Что это за урон смешной? Вы видите? У него урон такой же, как у меня. Только у меня их 660, а у него 220. Разница колоссальная. В три раза. А урон такой же. Ой, да что ты сделаешь-то с тремя ангелами? Угу. Допустим. Ход стрелков. Экс. А неплохо он так дымажит, а всего лишь сотка у него. Да-да-да-да. Милишников выводи поскорей. Такс. Давайте прямую стрелу вот эту попробуем. Черт. Все равно стоит так криво, что нельзя зацепить двоих юнитов. Ну что ж, монахов тогда. Угу. Мои мечники. Может послать уже в бой их? А че тянуть хво... Че тянуть кота со хвостиком? О, нихера себе 600. Неплохо. Я думал, намного будет меньше. Такс, давай-ка еще раз. Че ты там бьешь, не бьешь? А, наверное, то, что я вот сюда на воду встал. Мда. Не хотел я этого, извини. Волка, я надеюсь, он выведет. Ему как бы вариантов-то не остается. Ему придется его выводить. Ну. Я думаю, что этот раунд будет последний для него. Особенно если он волка выведет, тогда уже наверняка последний. Да, какой смысл ты в меня стреляешь? Все, ты уже не жилец. Можешь командовать. Отмена стрельбы башни. Нас захватили. Спасайтесь. Кто может? Пауза. Пауза. Давай, выводи волка. Давай, давай, давай. Выводи его. Ну и какой смысл ты вот кастанул? Что это тебе дает? Ага. Ага. Получил ответочку. Так, стоп. А че ворота-то закрылись? Он в воротах застрял. Ну, допустим. Тут защита. Тут надо атакнуть. А как я атаковать буду? Он в воротах застрял. Черт. Это какой-то баг, походу. Очередной баг. Ладно, подождем. Я просто думал уже завершить в этом раунде бой. Но, походу, что не получится. Не получится. Ну-ка, а если по прямой линии... Черт. Я хотел стрелять по прямой линии. Ну, отходим. Пусть выходит. Ну, отходим. Пусть выходит. Чувак, это рэпчик. Защита. Он стоит четко в воротах. Я не понимаю, почему ворота захлопнулись. Самое главное, чтобы он сейчас смог походить. Потому что, если он не сможет походить, вот так вот будет в воротах стоять. Я не знаю тогда, что делать. Ну, надо пробовать стрелками его выносить тогда. Ну, все, паузим. Давай, чувак. Выходи оттуда. Ты самая главная волкова в виде. Во, нормально. Он, правда, его увел, но фиг с ним. Главное, что он оттуда вышел. Сейчас можно спокойно его стрелками расстрелять. Три шестерки. Четко. Четкая циферка. Атака. Вот и все. Жесткий бой был. Стены Хорн Креста пали. И это положило конец честолюбивым планам Шеймуса. Империя победила. Наконец-то я понял смысл истории моих советников. Неважно, любят ли тебя драконы. Главная битва – это битва с самим собой. Не боги пишут историю этого мира. Хочешь оставить свой след? Сделай это сам. В день Эль-Рата, в 854-м году Седьмого Дракона, я стал императором. Я основал столицу в Талангарде, в той самой крепости, где заседал мой совет. Я поклялся уважать народ и почитать драконов. Но народ для меня важнее. Возможно, однажды моя история поможет какому-нибудь правителю принять правильные решения и защитить свой народ. Ну что ж, ребят, поздравляю. Вот мы завершили последнюю кампанию седьмых героев. Славы нам не досталось, в отличие от Ваньки. Мы же вроде всеми войсками всегда управляли, а Славу получаем, получается, не мы. Ну да ладно. Пусть порадуются немножко. А мы останемся гордо в тени стоять и смотреть на это все со стороны. Вот. Ну что ж, было приятно поиграть в седьмых героев. Конечно, как по мне, революцию эта игра никакой не сделала. А количество багов просто убило нафиг проект, если честно. Потому что очень много патчей выходило. И спустя там просто тонну патчей уже только можно было нормально поиграть в кампанию. А до этого сплошь и рядом баг на баге и багом погоняет. Разработчики попытались переломить идею того, что третьи герои были лучше. Получилось у них это или нет, решать вам. Лично мое мнение, ни хера у них не получилось. Да, безусловно, в седьмых героев очень много прикольных фишек, которые можно было бы, допустим, реализовать сейчас в HD версии третьих героев. Вот. Но революции они не сделали. Да тем более, как ты можешь заявлять о том, что я хочу сломить там идею о том, что третьи герои лучше и выпускать игру... Точнее, седьмые герои намного лучше третьих. И выпускать игру с таким обилием багов. Ну вот. Но если вот, в принципе, закрыть глаза на баги, то достойный проект. Намного больше мне нравится пятых героев, но не круче третьих. Вот сугубо мое личное мнение. Я думаю, каждый тут решит сам для себя. А на этом все. Ссылка с прохождением игры, как всегда, в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, общайтесь, вступайте в группу ВКонтакт, в Твиттер. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok